С учетом 0-2, лавши, 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 лавши. Боевой настрой есть, воля к победе тоже. А что еще надо, если хочешь победить в своем любимом виде спорта, которому уделяешь все свободное время? С этой точкой зрения хорошо знакомы 350 участников открытого Кубка Ленинского района по рукопашному бою, собравшиеся на днях в дворце спорта «Видное». Нужно, чтобы дети росли здоровыми, сильными, мужественными, готовили себя и к службе в армии. Рукопашный бой – это один из самых мужественных видов спорта. Помимо хорошей физической подготовки, он развивает в мальчиках характер. Не зря в него идут с малых лет. Вдруг на меня кто-нибудь нападет, я не смогу отбиться, я занимаюсь рукопашным боем, чтобы отбиваться. Дима Коваленко, в отличие от многих своих соперников, которых в этот вид спорта привели родители, заниматься рукопашным боем захотел сам. После четырех лет усердных тренировок уже видны хорошие результаты. Очень было тяжело, напряженные моменты. Очень тяжело, даже не представляю как. Открытый Кубок Ленинского района проводится десятый год подряд. Четыре из них во дворце спорта «Видное». Участники делятся, организация на высшем уровне, ведь немалую роль в настрою спортсменов играет окружающая их обстановка. Турнир хороший, ежегодный. Каждый год приезжаем. Жалко, что раз в год. Почаще бы делали, почаще приезжали бы. А так, в целом, хорошая организация, хороший коллектив. Призовые места розданы. Победители этого года определены. Но и те, кто уехал домой без заветного кубка, не отчаиваются. Ведь рукопашный бой – это не просто спорт. Для них это стиль жизни. Мы любим гадать! Юлия Погосян и Адам Елена Кошлева. Видное ТВ.